Таганрожец Донские вертолеты и амфибии готовы купить Индонезию. Губернатор познакомился с новым чрезвычайным и полномочным послом. Потенциал промышленности действительно у нас высокий и вы правильно говорите, у нас есть серьезные резервы для развития наших отношений. Леса лечат пилой. В Каменском районе идет активная вырубка горельников. У нас 7 тысяч гектар горельников. И мы вот в этом году закроем эту тему где-то процентов на 60. Сделано на Дону в печи. Знак качества получили хлеб батоны из Доба Юга Руси. Альтернатива обычной русской водружке. Был бы придуман этот ассортимент и сделан в виде маленького пирога с ворожной начинкой. На своем поле год без поражений. В последнем матче чемпионата перед зимней паузой Ростов сыграл в ничью с «Зенитом». Были пару моментов. Надо было просто использовать. Отдать последний пас не получилось. Но ничего страшного. Будем дальше работать. Самый сок КВН. Капитан команды «Сок Самара» Дмитрий Колчин провел игру за кубок губернатора. Круто, когда у нас много географии. Когда не только моногород выступает за всю область, как это часто бывает в разных регионах. Безопасность вокзалов, аэропортов и других транспортных объектов обсудили сегодня в Донском правительстве. Совещание по обеспечению правопорядка провел Василий Голубев. Треть расходов на подготовку к чемпионату мира по футболу связана с транспортом. Для Ростовской области освоение этих финансовых средств и подготовка к чемпионату – это своеобразная возможность изменить, если хотите, качество, уровень, комфорт в самых разных направлениях. Поэтому для нас безопасность на транспорте абсолютно приоритетна. На железнодорожном вокзале проведут реконструкцию досмотрового павильона и втрое увеличат систему видеонаблюдения. А строящийся аэропорт Платов уже сейчас взят под надежную охрану. День Индонезии будет у Ростова в сентябре следующего года. Это инициатива нового чрезвычайного и полномочного посла республики в России. Мохаммад Вахид Суприяди вступил в должность в апреле и продолжает знакомиться с российскими регионами. На встрече с донским губернатором посол рассказал, что его настолько впечатлили самолеты-амфибии Бе-200 и вертолеты Ми-26, что страна уже готова сделать заказ. Мы производим еще и значительное количество сельскохозяйственной техники, которая сегодня работает и в Европе, и в России, и в других странах. И, собственно говоря, потенциал промышленности действительно у нас высокий. И, вы правильно говорите, у нас есть серьезные резервы для развития наших отношений. Для того, чтобы поговорить о торговле и решено провести в Ростове День Индонезии, речь пойдет и об обмене студентами. Ростов – третий город после Москвы и Санкт-Петербурга по числу индонезийских студентов. У нас прошли очень плодотворные переговоры с руководством трех донских университетов, и мы согласовали план совместной работы. В Донской столице учатся три десятка индонезийских студентов, в 2017-м приедут еще пятнадцать. Вернуться пообещал и посол, ведь хмурая погода не позволила оценить всю красоту Дона. За звание лучшей управляющей организации Дона боролись 23 УК и 13 ТСЖ. Кроме похвал, победители получат премию чуть больше 200 тысяч рублей и потратят все на благоустройство подопечных многоэтажек. Шесть премий на общую сумму больше миллиона рублей получили лучшие ТСЖ области. Среди награжденных Лариса Ледневская. В ее ведении 230 квартир, все дольщики. И отношение к своему имуществу особое. Жильцы не ждут, когда сделает кто-то. На капремонт сгнившие трубы в подвале взяли кредит. Заменили весь, все эти металлические трубы. Конечно, когда вырезали, там жильцы видели все это. Сейчас мы живем год, мы зиму прожили, вот лето. Вообще прекрасно. Люди довольны, приходят с благодарностью. На платеж по кредиту уходит 85 тысяч из 100 собираемых на капремонт. Через 4 года после погашения этого займа планируют взять новый на отопление. Если посмотреть, как победители сегодняшние содержат имущество общедомовое, посмотреть, как у них налажено взаимодействие с населением, конечно, есть чему поучиться. И мы хотим их опыт, конечно, транслировать, передать всем участникам рынка. После вручения наград практическая часть форума ЖКХ. Говорили о законодательных новшествах. К 2019 году регион перейдет на новую схему оплаты вывоза мусора. Не с квадратного метра, а с человека. А получение льгот на оплату услуг ЖКХ и сбор на общедомовые нужды сделают прозрачнее. Марина Дрикова, Станислав Фоменко. Рубить леса можно и во благо. Санитарная вырубка сгоревших деревьев – тот редкий случай, когда топор и пила в лесу необходимы. В Каменском районе выполняют госзаказ. Да так, что щепки летят. Лес рубят только горелый. Уцелевшую древесину вывозят, а остатки и мусор сжигают. Два года назад здесь сгорело почти 65 гектаров леса. Сейчас его приводят в порядок. Рубят поврежденные огнем деревья, собирают и сжигают мусор. Если это не сделать вовремя, упавшая сосна или акация начнет гнить и образует множество бактерий вредных почве. После санитарной очистки пострадавшие участки леса переводят из категории гари в другие, например, вырубки и пустыри. У нас 7 тысяч гектар горельников. И мы вот в этом году закроем эту тему где-то процентов на 60. То есть мы 4 тысячи гектаров, мы их горельников уже переведем, значит, ту категорию лесов, в которой они должны быть. А остальные три, я думаю, что мы закроем за 2017 год. По госзаказу до конца года в Каменском районе срубят больше половины сгоревших деревьев. Остальное оставят на следующий год, в том числе и горельники 2015-го. В этом пожаров удалось избежать. Спиленную древесину лесорубы сортируют и продают. Древесину мы используем для реализации, для собственных нужд, то есть зарабатываем на этом какую-то копейку для того, чтобы приобрести запчасти, купить ГСМ, выдать зарплату людям. Ну и тем самым пользу, какую приносим, убираем все эти больные деревья. Территорию очищают и не беспокоят ближайшие пять лет. Именно столько времени нужно перед посадкой новых деревьев. Оставшиеся пеньки успевают перегнить, почвы перепалывают и еще через год привозят саженцы. В основном сосну, акацию и ясень. Вырубку горельников проводят именно сейчас, зимой, в непожароопасный период. К сожалению, сосна после пожара уже не восстанавливается. А вот акация через несколько лет пустит новые ветви. И тогда лес будет не узнать. Асса Скрынникова, Юрий Санкин, Надону. Ростов-на-Дону. Митинг «Чернобыльский подвиг ради жизни на земле» провели у нового мемориала к Международному дню инвалида. Из Ростовской области на ликвидацию последствий аварии отправились порядка 24 тысяч человек. Колокол ростовского мемориала героям-чернобыльцам держат голые руки. И в этом больше правды, чем символизма. Тогда мало кто из ликвидаторов задумывался о последствиях. А сегодня каждый второй из выживших – инвалид. 30 лет со дня сооружения объекта укрытия, саркофага. И многие из ростовчан участвовали как раз в сооружении этого фундаментального, закрывшего четвертый разрушенный блок реактора. В конце ноября разрушенный реактор накрыли новым саркофагом. Обсуждают свежую новость собравшиеся. Они, как никто, знают цену каждого микрорентгена. Пилот вертолета Евгений Кудрявцев в 86-м служил в Забайкалье. Полк был поднят по тревоге, а трагедии узнали на месте. Вертолеты зависали над горящим реактором на высоте 200 метров, засыпая очаг мешками с реагентами. Вертолет не висел на одном месте, а все время перемещался в пространстве. Его надо было удержать, чтобы попасть точно в реактор. А температура воздуха в районе весеннее была в первые дни в районе 100 градусов. Подвигом каждого минута молчания. Ликвидаторы ежегодно проходят реабилитацию и лечение, получают компенсации. В 2016-м на Дону на эти цели направлено более миллиарда рублей. А специализированную помощь в клиниках области получили почти 6 тысяч человек. Конечно, они заслуживают преклонения, низкий им поклон, ну и, конечно, в первую очередь им здоровья. Но правительство Ростовской области будет делать все, что можно и нельзя, чтобы оказывать помощь по любым направлениям в сегодняшней жизни. Тоже чернобылиц отец Анатолий провел обряд освещения мемориала с особым чувством. Трагедия не должна повториться, ее героев нельзя забывать. И встречи у нового мемориала должны напоминать не только о подвиге, но и об ответственности. Галина Горлова, Мария Ференкова, Станислав Фоменко. На Дону. Сделано на Дону в печи. Хлеб, батоны, ватрушки и пирожки Юга Руси получили Донской знак качества. Группа компаний ведет свою хлебобулочную продукцию с полей до прилавков. Сами выращивают зерно, перерабатывают в муку и пекут. Мы с вами попали. То, что здесь называется ясельной группой, то есть колыбелью рождения хлеба. Тесто приготовительное отделение здесь рождается, растет, набирается своих сил будущих хлебушек. 10 граммов – таково максимальное отклонение булки хлеба от нормы. И хотя на хлебозаводе все автоматизировано, технику постоянно проверяют. Мы очень следим за весом. Ну, где-то каждую пятую мы взвешиваем. Хлеб славянский должен весить 565-575. К батону требования еще жестче. Недовес-перевес не должны превышать 5 граммов. С конкуренцией компания борется с частым обновлением ассортимента. На днях в продажу поступил белый хлеб из плющенной пшеницы. Эта технология сохраняет больше питательных веществ. Новый сорт обычно осваивается на рынке 3 года. А вот заварной нашел своего любителя. Уже через год его тесто настаивают на уникальной заварке из ароматного солода. Добровольную сертификацию качества «Сделано на Дону» прошли 12 наименований трех видов продукции – хлеба, батонов и сдобы. Особо выделяется в этом ряду ватрушка. Любят творожные начинки, любят ватрушки. И вот альтернатива обычной русской ватрушке был и придуман этот ассортимент, и сделан в виде маленького пирога с творожной начинкой. Самое любимое – это все-таки традиционный наш кирпич, который выпускает первый хлебозавод. То есть это качество, которое поддерживается годами. Это традиционная технология, где используются только натуральные ингредиенты. То есть это мука, соль, вода, дрожжи. Все, ничего другого. Никаких пищевых добавок, улучшителей, ничего там нет. Брендом «Сделано на Дону» уже отмечено подсолнечное масло компании. Рекомендации экспертов, проводимых в ходе исследований, они важны для каждого предприятия. И только при соблюдении этих условий мы действительно можем выдать знак «Качество, сделано на Дону». Потому что мы берем своего рода ответственность перед нашим потребителем, что при наличии знака «Качество, сделано на Дону», потребитель выбирает высококачественный продукт. Получение сертификата позволяет предприятиям получить специальные полки в сетевых магазинах. Анастасия Натальевич, Олеся Слонько, Станислав Фоменко, «На Дону». Загадочные персонажи быстро обжились в парке революции на Театральной площади. В них каждый может разглядеть кого-то знакомого с детства и поднять настроение до новогоднего. Зимнюю сказку на своем телефоне хочет сохранить практически каждый прохожий. Мебель в прихожей домика Деда Мороза некоторым гостям напоминает времена Петра Первого, а дети представляют себя принцами и принцессами на большом троне. «Сказка, помните, 12 месяцев? Вот мне что-то напоминает об этой сказке. Вся иллюминация, все декорации, которые здесь установлены. Очень красиво. В прошлом году такого не было, здесь прямо вообще чудесно. Мы недалеко от парка живем, каждый день сюда приходим гулять». Желтый трехметровый медведь напоминает ростовчанам вовсе не Винни-Пуха, а того самого олимпийского мишку, улетевшего из московских лужников, как говорили в сказочный лес. «Это вспоминаю, это 80-й год, когда в советское время было, это назывался Олимпиада. Вот Мишку этого, ну только из этого я вспоминаю. Интересно, что Мишка тогда на Олимпиаде восхищал всех, и тут вот восхищаюсь, понимаете, в парке». На аллее ниже неспешно прогуливается пара, напоминающая Александра Сергеевича Пушкина и его жену Наталью Гончарову. А кому-то даже Кае и Герду. Неоднозначные фигуры дают пофантазировать. «Ну, может быть, из «Снежной королевы» немножечко что-то напоминает, вот те далекие времена из мультика, из фильма». «Или из импортных фильмов какие-то». «Ну, да». «Просто с плюсом, с большим пять, с плюсом и выше, если была бы оценка. Как и у фигуристов, говорят, шесть баллов. Очень отлично сделали. И, во-первых, красиво, и елочки, и место уютно. А вечером здесь бывают такие представления, такие небольшие, просто оригинально». Екатерина Лободина и Юрий Санкин. На Дону. «Мерседес» уходит от погони, но не уйдет. Сотрудники Донского погрануправления ФСБ преследовали несколько километров и задержали на окраине Черткова водителя, пытавшегося провести через границу питательную контрабанду. «В автомобиле гражданина Российской Федерации обнаружены коробки с лущеным орехом, общим весом около двух тонн, которые были незаконно перемещены через границу в обход установленного пункта пропуска». Контрабандные орехи специалисты оценили в 2 миллиона рублей. Штраф, который придется заплатить нарушителю по статьям за нелегальную хозяйственную деятельность на границе и незаконное перемещение товаров, может превысить эту сумму втрое. «Рождественская история» в пересказе особенных детей. Напомнить ростовчанам библейский сюжет собираются актеры инклюзивного театра «Дождя». Спектакль планируют поставить в публичной библиотеке, а сейчас активно репетируют. «Не хуже живет и в завте все. Кодные сутки нет покоя». Не досчитался овец и негодует Андрей Чеботков. Жалобы на тяжкую долю пастуха в его исполнении убедительны. Актер уже опытный в театральном портфолио. Роли и Д'Артаньяна, и Пергюнта. Отмечают педагоги и вокальный талант ученика. Перепевает Михайлова и Лепса. Правда, к вниманию СМИ еще не привык. Перед камерами тушуется. Андрей – это у нас в театре главная звезда. Он сейчас немножко смущается. Но если наполнить зал зрителями, то вы увидите его в полной красе, сценичным, кланяющимся зрителем. Историю о том, как пришел на землю спаситель, рассказывают 12 человек. Сюжет, известный 2000 лет, стараются показать близко к тексту, но по-своему. Рождественская история для инклюзивного театра «Дождя» – спектакль уже традиционный. Играют его раз в год, только роли каждый раз распределяют по-новому. Студенты, ну, приблизительно, наш театр – это где-то 30 человек. В актерской труппе воспитанники Центра лечебной педагогики и социальной терапии «Свеча», преподаватели и студенты ЮФУ – профессиональные музыканты. Свой вифлеем они покажут зрителям 25 декабря. Несчастный знак на въезде в Константиновский район отремонтировали три школьника. Хозяйственные парни 7, 10 и 11 лет вместе с родителями привели в порядок герб района, вернув на место три отвалившиеся или оторванные доски. И сделали то, что службы не могли сделать полтора года. Далее другие сообщения с мест. В Сальском микрорайоне Новосальск по улице Островского выросли новые многоэтажки. Территорию вокруг них заасфальтировали. А вот участки между домами неблагоустроены, в том числе мусорные площадки. Жители сами проложили дорожку до контейнеров и строительных досок. Хотелось бы жить цивилизованно, наконец-то пожить. Мы благоустраиваемся, из ничего делаем здесь клумбы, облагораживаемся, а администрация не хочет с нами взаимодействовать никак. А всего-то и надо жильцам заасфальтировать 15 метров дорожки до мусорных контейнеров и покрасить газовые трубы между домами. На Ростовской АЭС провели плановую противоаварийную тренировку. По сценарию, атомную станцию обесточило землетрясение. Вводим в действие охраны, в защите персонала, в случае аварии надо спускаться. Во втором энергоблоке условный разрыв в маслопроводах и условный пожар в машинном зале. Вас понял, по выходу на 15.0 доложит. В данный момент уже произошла локализация условного пожара в машинном зале. Розвивало масло на площади 200 квадратных метров. Разворачивается противоаварийная спецтехника, в том числе передвижные насосные установки и мобильные дизель-генераторы. Я считаю, что надо работать быстрее, надо работать оперативнее. Надо оттачивать эти навыки, чтобы люди работали уже на автомате. Такие тренировки на АЭС проводят регулярно. На этот раз проверили готовность 40 человек личного состава и 7 единиц техники. Семикракурский коллектив стал лауреатом третьей степени областного конкурса ансамблевой музыки имени Олега и Татьяны Багиных. Юные музыканты исполнили веселую пляску Комаровского и Сурка Бетховена. Я принимаю в конкурсе участие уже 7 раз и каждый раз у меня появляется волнение. Я принимала участие в конкурсе первый раз. Я тоже волновалась, но у нас все хорошо вышло. Ни одного поражения на своем поле за целый год. Такого достижения добился футбольный Ростов в чемпионате страны. Зафиксировать его должен был последний домашний матч с серьезным соперником – питерским «Зенитом». Состав в этот раз тренерский штаб выставил и не дублирующий, и не основной. Ведь уже через два дня играть в Нидерландах за попадание в Лигу Европы. Место в рамке занял Никита Медведев. Также в старте вместо Ерохина и Азмуна вышли Байрамян и Бухаров. Первый момент упустил бывший игрок Ростова Артем Дзюба. Да, в золотом кубковом сезоне такие мячи форвард забивал не глядя. Я думаю, что отчасти сегодня ребятам многое не удавалось, потому что им не удалось сконцентрироваться только на сегодняшнем матче. Под спудом в голове у каждого был матч с PSVN Хоин. И это было для нас практически нетипично. Вы знаете, что мы каждый матч готовились и играли так, как это последний матч. Ростовчане знали, что Юрий Ладыгин не всегда уверенно действует на выходах. Периодически трепали нервы питерцам. Но самый опасный момент удалось создать лишь под занавес тайма. Набоа отдал мяч в полозу, тот покатил на Байрамяна и воспитанник донского футбола пробил с левой ноги. Ладыгин дотянулся, но справедливости ради стоит сказать, что мяч летел мимо ворот. Игра, как и все игры, ничего особенного. Играли в свою игру. Были пару моментов, надо было просто использовать. Отдать последний пас не получилось. Но ничего страшного, будем дальше работать. Во втором тайме вместо Кудряшова вышел граната, а в нападении полоза заменил Азмун. Ну а момент для взятия ворот сам для себя создал Бухаров. Подкараулил ошибку защитника, но нанести удар не успел. А Мерчелуческу еще долго не мог понять, как Бухаров остался один. Видимо, этот момент настолько обескуражил арбитра, что тот показал питерцу Луишу на эту желтую карточку, а затем и красную. Но понял, что этот горчичник первый и отменил свое решение. Мне кажется, что арбитр просто ошибся. Там не было никакого действия со стороны футболиста на красную карточку. Это просто человеческая ошибка. Бывают такие моменты, может, просто перепутал карманы. Зенит не остался в меньшинстве, как это было с Ростовом в первом круге. Ну и создать больше ничего не смог. А у хозяев был неплохой подход. Навас замыкал подачу Калачева, но Ладыгин дотянулся. 0-0 и желто-синий входят в зиму совсем рядом с Еврокубковым пятым местом. Лев Клинов, Тагир Фатахов. На Дону. Капитан чемпиона высшей лиги КВН команды СОК «Самара» Дмитрий Колчин стал ведущим Кубка губернатора в Ростове. В игре он был злодеем-карабасом, а теперь этот добряк, восхищенный многочисленностью донских команд. «И-и-и-и». «Ростов-Арин!» «Аллилуйя!» «И не пройдет больше небес по ростовской земле во имя глава, баса и святого Сослана!» «Аллилуйя!» «Аллилуйя!» Футбольные шутки были ожидаемы, ведь КВНщики говорят только на актуальные темы, а именно Ростов сейчас творит историю. Без внимания не оставили и строительство Ростов-Арены, Ворошиловского моста, суровый студенческий семейный быт. Круто, когда у нас много географии, когда не только моногород выступает за всю область, как это часто бывает в разных регионах, а когда у нас отовсюду, в каждой точке, в каждом населенном пункте Ростовской области, если не лига, то команда есть. Самой многочисленной командой из 17 человек стала сборная работающей молодежи. Команды «Леруа Мерлен» и «Рост Вертола» объединились прямо перед игрой. Они пришли со своим материалом, мы со своим материалом. Но в основном мы открываем Яндекс, новости и пишем на темы, которые сейчас актуальны. И три! А то с этими цилдами я из замужника не выйду. Сначала восемь опытных команд боролись за кубок губернатора. Затем выступали девять начинающих. Самая молодая – «Формула-1». Несет посыл, но стиль одежды, скорее можно сказать, красно-бело, как у «Формулы». И то, что, ну все, быстро стараемся делать. Определенных критериев оценки не было. Каждый член жюри, прислушиваясь к смеху в зале, выделяет своего фаворита. А потом голосованием определили самых лучших. В планету КВН на территории Ростовской области увеличено уже порядка более ста команд. По сути, круглый год на территории области в разных районах проводятся такие мероприятия. Почти в каждом районе. Очень приятно, что студенчество, рабочая молодежь очень серьезно вошло в орбиту КВН. Вот это для нас совершенно принципиально. Играть должны все, шутить должны все. Кубок губернатора, как и в прошлом году, забрал ростовский флеш-рояль. Второе место у новочеркасского рекорда. Третье у студентов АТИ из Азова. Евгения Слинкина, Станислав Фоменко. На Дону. Завтра на Дону публичные слушания по проекту закона об областном бюджете на 2017 год. Начнутся они в конференц-зале правительства в 11 часов. А на сегодня это все новости. В студии была Мария Филинкова. До встречи на Дону. Одежда ведущим предоставлена магазином «Манго». Редактор субтитров А.Семкин